Добрый день, коллеги, добрый день. Начинаем брифинг по итогам сегодняшнего заседания правительства. Уважаемые министры, в связи с ограниченным временем вас также попрошу отвечать на вопросы лаконично. Спасибо. Тамара Валь, власть кизит, пожалуйста. Здравствуйте. Первый вопрос министру советского хозяйства. Скажите, пожалуйста, какие предварительные прогнозы, пессимистичные, оптимистичные, вы делаете на прогноз по урожаю предстоящему? Спасибо большое за вопрос. Прогноз делать, конечно, заранее труднованно, но есть определенный прогноз. В принципе, погодно-климатическое условие пока около нормы позволяет. Влага есть. Наша задача вовремя провести закрытие влаги, посеять качественно семенами, внести минеральное удобрение. От этого зависит, в оптимальном сроке, если мы все посеем, от этого зависит урожайность. Поэтому урожайность мы на уровне 13-14 планируем. И второй вопрос, Садам Айдамович. Вам, скажите, пожалуйста, можете уточнить сроки расширения ТШО и остановку на ремонт? Проект будущего расширения, проект управления устьевым давлением идут с отставанием от первоначального утвержденного графика. Причины, по которым произошла задержка в реализации проекта, они являются объективными, связанными с обеспечением качества работ, безопасности проведенных работ. Завершение планируем в конце текущего года. А установка на ремонт? Остановки на работ идут в соответствии с установленными графиками. Как я уже говорил, то есть завершение проекта будет в соответствии с графиком в конце текущего года. Рахмед, Тамара. Бутагусь Базарбаева, 24 КЗ, пожалуйста. Здравствуйте, Айдар Бексипелович. Вы говорили о том, что дефицит семян сейчас засыпано пока 97% и не хватает 72 тысяч тонн. Как в сжатые сроки аграрии будут обеспечены семенами? Да, на сегодняшний день обеспечены семенами по оперативным данным Акиматов 97%. Некоторые области не обеспечили 100%. Поэтому у нас в резерве есть спорткорпорация «Товарное зерно», которое соответствует по качеству, по чистоте и по всхожести с семенами. Поэтому мы сегодня готовы товарным кредитом выдать. Тем сельхозтоваропродуктов сегодня нет. Кроме этого, у нас на НОЦ есть опытные станции, где тоже имеются семена элиты, первые репродукции. Оттуда тоже можно получить. Для этого мы сегодня в спорткорпорации выделяем форвардный кредит. Можно там получать и также закупить эти семена. И по износу техники. В каких регионах самый высокий износ техники? Сколько процентов он составляет? На сегодняшний день износ техники составляет свыше 75%. В основном у нас южно-прегионных основной износ. На этот год мы планируем закупить около 22 тысяч единиц сельхозтехники. И тем самым мы с 4,5% обновления доведем до 5,5%. Сегодня задача стоит до 8-10% довести в течение 5 лет. Эту работу мы проводим. Для этого есть финансирование акционерного общества «Казаграфинанс». Боржан Шайхмет, ТДК 42. Боржан Шайхмет «Казаграфинанс» 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 У меня второй вопрос. У меня второй вопрос к Минэнерго. На прошлой пленарке депутаты делали запрос касательно того, что недропользователи должны 1% отдавать на неокру, на науку, но этого не происходит. Об этом говорил и президент Токаев. Ваш комментарий. В настоящее время разработан механизм об использовании 1% средств, которые должны направляться на научно-исследовательский опыт, на конструкции работы. Разработаны различные подходы к управлению. Мы этим размером средств связаны с работой научно-технических советов при Министерстве энергетики. Также мы подключаем Министерство цифровизации информационного развития. Работает предприятие СамГАО при фонде СамРУК Казана, которое отбирает и целенаправленно направляет данные средства именно на развитие науки, поддержку университетов. То есть в настоящее время уже механизмы по контролю за использованием этих средств разработаны и внедрены. Рахмед Боржин. Женья Уранкаева. Проэскизает, пожалуйста. Добрый день. У меня два вопроса к господину Сапарову. Скажите, пожалуйста, вы наверняка слышали ответ вице-премьера Жумангарина на вопрос, почему Казахстан стал лидером в ЕАЭС по росту цен на продукты питания. Так вот, ответ Жумангарина был, что у нас слабое сельское хозяйство. Вы как главами МСХ согласны ли с этим высказыванием? И почему в нашей аграрной стране слабое сельское хозяйство и дорогие продукты? Во-первых, слабое сельское хозяйство говорить, я думаю, не стоит. В целом сельхозтоваропроизведитель работает. По сравнению с 90-ми угонами, вы знаете, как досталось полностью сельское хозяйство, много чего сделано, но при этом есть, конечно, проблемные вопросы. Поэтому мы провели большой анализ. Сейчас выявили, какие проблемные стороны у нас есть, почему не развивается слабо, то есть развивается, развивается слабо, почему развивается агропромышленный комплекс. Здесь не соблюдение агротехнологий, в свое время не проводим диверсификацию сельскохозяйственных культур. И также здесь не внесение минеральных удобрений, пестицидов и так далее. Поэтому в этом году новые подходы. Мы сейчас давили индикативы всем областным акиматам. Уже будет подход другой. Обязательно будем требовать качественные семена, внесение минеральных удобрений, то есть полное соблюдение агротехнологий и культуры земледелия. Только благодаря этому мы можем получить хороший урожай. С этого года все уже начинается. Для этого президент поручил выделить финансирование. На сегодняшний день 140 миллиардов выделено через аграрно-кредитную корпорацию, 40 миллиардов выделено через проткорпорацию. 100 миллиардов за счет местного бюджета будет субсидироваться процентная ставка. Будет привлечены дополнительные средства порядка 425 миллиардов в тенге. Все это пойдет в аграрный сектор. Если мы все будем соблюдать, то в этом году уже движение начнется. В первый год, конечно, мы желаемого, может быть, и не достигнем. А на второй год внесение минеральных удобрений дадут свои результаты. Господин Саппаров, вы можете объяснить, по какой причине, например, производители лука по 15 тенге продают этот лук, но как только до прилавков стоимость лука доходит до 200 тенге. Зарабатывают на всем этом посредники. Когда вы, как МСХ, уберете из этих цепочек посредников, и цена будет ниже на продукты? Вопрос. Министерство сельскохозяйства отвечает в целом за производство. Торговая точка у нас у нас у нас в Министерство торговли. Вместе с ним мы сегодня отрабатываем. Как убрать посредников? На самом деле вы правы. Сегодня фермеры продают по 25-30 тенге, а они продают по 80-100 тенге лук. Здесь департаменты министерства торговли на местах есть, где они занимаются данным вопросом. И я думаю, они покажут свои результаты. Когда? Ну, занимаются сейчас. Во-первых. Во-вторых, то, что осенью, в прошлом году перепроизводство лука было, мы все знаем, на мировом рынке. И цены немножко снизились. В связи с этим осенью было предложено всем фермерам по 80 тенге, когда покупали, надо было продать. Мы же всегда ждем цены, чтобы будет дороже, дороже, и доходим до того, что потом цена падает. Поэтому надо вовремя все реализовывать. Прогнозы мы давали свое время. Хорошо. Второй мой вопрос связан с джутом в Улутайовской области. Скажите, пожалуйста, что МСХ сделала для того, чтобы помочь фермерам? И когда, скажите, пожалуйста, Министерство сельского хозяйства отойдет от практики при уменьшении скота, которая погибла из-за джута? Потому что подобное уже было у нас, когда на Западе тоже большое количество животных умирало из-за засухи, а теперь из-за джута. Но почему-то у нас Минсельхоз со своими департаментами занижает эти цифры. Потому что сельчане говорят, что сотни животных погибли, а вы говорите, что десятки. Рахмет, значит, вопрос, во-первых, Министерство этим вопросом занимается серьезно. На сегодняшний день, с 1 марта даже, мы выехали в Улутайовскую область. На сегодня находится там вице-министр, директор департамента животного области и ветеринарная инспекция в данной области. Считай, подводит итоги. На самом деле, из-за сложных погодных условий есть поддержка лошадей. Во-первых, осенью, когда мы проводили работу по заготовке кормов, все области отчитались, что стопроцентно заготовили корма. Во-первых, это на местах отвечает Акима районов, Акима сельского округа тоже. Несут ответственность определенное. Кроме этого, в Улутайовской области было выделено 1 миллиард 400 миллионов тенге субсидиров на корма, которые были использованы тоже на заготовку кормов. Теперь, то, что сейчас сегодня мы проводим работу на местах, да, на сегодняшний день 360 голов не говорит, никто не говорит, что десятки. 360 голов на сегодняшний день у нас на учете поддержа. Дальше эта работа в Улутайовской области продолжается. Вице-министр там находится, считает, сколько голов. Я скажу здесь, чтобы ответственность не только за Акиматами, а ответственность за самими владельцами должна быть. Во-первых, они должны ответить за содержание и за заготовку кормов. Если были проблемы по заготовке кормов, они должны были обратиться в сельский Акимат, в районный Акимат. Здесь они должны были принять решение. По отчету все отчитали, что 100% заготовили корма. Но если бы в области этот вопрос не решается, в соотечественной области мы могли бы доставить эти корма. На сегодняшний день выявлены поддержи 360 голов. Мы сегодня не можем найти хозяевов. То есть у нас есть база идентификации сельскохозяйственных животных. Если же на этой базе этих лошадей не числится. То есть получается скот бродячий, отпустили, никто не смотрит. Хотя бы должны быть пастухи и конюхи за этим следить. Они должны платить за каждое поголовье. Поэтому здесь тоже вопросы есть и с владельцем животных. Нельзя так допускать, чтобы все-таки ответственность должна быть. Государство помогало и будет помогать. И помогли. В прошлом году, вы знаете, год сложный был всем фермерам. Но сделали пролонгацию. Всем пролонгацию сделали. Кроме этого, сегодня кредиты дополнительно выдают. Скажите, пожалуйста, в предстоящем сезоне ждать ли удорожания конина из-за джута казахстанцев? Конина удорожания не будет. Потому что конина у нас развивается хорошо. У нас более 4 миллионов голов. Поэтому из-за этого удорожания конины не будет. Ахмед Жанья. Спасибо. Коллеги, я попрошу вас соблюдать регламент. С одного СМИ два вопроса. Жадража Мухаммедова, Ордаки, за это пожалуйста. Здравствуйте. У меня уточнение есть к вопросу коллеги, министру сельского хозяйства. Вы коснулись темы лука. Вообще министерство отслеживает ли потребность в тех или иных выращиваемых продуктах? Не повторится ли у нас луковый кризис? Да, министерство все отслеживает и планирует. В этом году, я еще раз повторяюсь, мы довели индикативы, сколько, какие культуры мы должны сеять. Сейчас идем мы, отходим, чтобы только сели монокультуры. Снижаем, значит, культуру пшеницы меньше на 429 тысяч гектаров. Также влагоемкие культуры хлопок, рис тоже снижаем. Вместо него мы будем сеять высокориентабельные культуры. Поэтому по луку тоже надо немножко сократить. В прошлом году, когда была цена высокая, начали все подряд сеять. Мы прогнозы заранее даем, доводим. Поэтому сельхозтоваропроизводитель не только мы, а кематы каждый год весной проводят сельхозсовещание, встречи с сельхозтоваропроизводителем. И там все доводится. Индикативы все доведены. Они об этом прекрасно знают. Это было уточнение. Первый вопрос тоже к вам у меня. В этом году цель довести рост экономики до 6%. Вы можете сказать, что по вашему прогнозу из этого может дать сельское хозяйство? Оптимистичный, пессимистичный прогноз. И вообще, что кроме погодных условий влияет на сельское хозяйство, на исполнение этих планов? Кроме погодных условий влияет, надо соблюдать агротехнологии и культуру земледелия. Если мы не будем соблюдать агротехнологии, не будем заниматься качественными семенами и внесением минеральных удобрений, пестицинами, то урожай мы не получим. Поэтому мы это сегодня всем довели. Для этого есть облегчение, льготные кредиты есть. Кроме этого, удобрения, сейчас мы правила растеневодства внесли изменения. То есть субсидии будут напрямую оплатиться заводам, а уже по удешевленной цене будут покупать сельхозтоваропроизводители. То есть если стоило 200 тысяч, они будут платить только 100 тысяч и забирать минеральное удобрение. Все, если будем соблюдать, то урожайность мы получим. Независимо даже от погодных климатических условий, можно 10 центровых гектаров получить при тяжелых даже погодных климатических условиях. Если соблюдать агротехнологии, вносить удобрения, если еще пользоваться жидкими удобрениями, это большая поддержка. Поэтому, я думаю, в этом году ниже 6% мы не получим. Мы планируем 7,5% примерно. А если погодных климатических условий позволят, плюс агротехнологии, может быть, и больше получим. Спасибо. И вопрос у меня к Алмасадаму Майдановичу. Вот 7 марта пресс-конференцию собирал в Астане Галамжан Джусенбаев, бывший директор АНПЗ. Вот вы можете сказать, какова сейчас ситуация, и прокомментировать его высказывание? Он сказал, что я остановил на какой-то процент потери и сжоги, то есть препятствовал воровству на заводе. И намекнул на то, что, ну даже не намекнул, а сказал прямым текстом, что казманной газу, отдельным личностям в казманной газе выгодно, чтобы воровство продолжалось. Вот что вы об этом думаете? И вот он собирался оспаривать свое увольнение. Вот как сейчас ситуация обстоит? В настоящее время завод работает в штатном режиме, работает соответствующая комиссия казманной газа, служба внутреннего аудита, должны которые по фактам, озвученным предыдущим директором, провести соответствующие проверки. И как только эта комиссия закончит работу, я думаю, она станет предметом властности. Вы можете прокомментировать высказывание Жуцинбаева о том, что отдельным людям в казманной газе выгодно, чтобы продолжалось воровство на заводе? Это является предметом рассмотрения отдельной комиссии, которая разберется на местах, проверит факты. И после завершения, я думаю, казманной газ сделает соответствующий анонс. Спасибо. Ахмед Жадров. Оксана Деирова, Закон Киезет, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос к главе МСХ. Вы сейчас в своем докладе озвучили, что Казахстан планирует сократить пассивные площади пшеницы, риса, хлопчатника. Скажите, пожалуйста, были ли какие-то прогнозы с вашей стороны, потому что пшеница – это экспортная продукция. И не рискуем ли мы сейчас, гоняясь за сокращениями, потом в будущем потерять позиции по этой продукции? Так, сегодня я уже говорил, да, сокращение монокультуры и влагоемких культур, то есть проводим дифферсификацию сельскохозяйственных культур. Поэтому не стоит переживать, что пшеница мало будет. Мы за счет качественных семян, нанесения удобрений получим урожайность, вал останется и даже будет больше, чем в этом году прошлом. Если в прошлом году порядка 10 центов, в этом году 13-14 мы получим при соблюдении агротехнологий, еще раз говорю. Мы должны направить сельхозтоваропроизводителей в правильное русло, чтобы они соблюдали агротехнологии, а не просто так, кому-то отдали субаренду и кто как попало пользуется. Этого уже не будет, будет требование жесткое. То есть рисков, потери экспортных? Нет. Традиционные экспортные рынки, позиции мы не утеряем. В принципе, да, сложно сегодня по сравнению с Россией, здесь они тоже логистику сегодня субсидировали, поэтому они сюда заходят же. Поэтому мы, если будем получать урожайность, мы тоже по этой цене можем продать и быть комплектоспособными. Для этого все сегодня новые подходы, индикативы добудем для сельхозтоваропроизводителей, чтобы они соблюдали полностью агротехнологии. А на какие продукты вы заменили, да, на какие культуры? Сегодня, если мы сокращаем пшеницу, мы заменили на масличные культуры, рентабленные, приоритетные культуры. Сегодня подсолнух пользуется спросом, рапс, лен, сафлор и сурепица. На эти культуры мы сегодня меняем. Кроме этого, социально значимые культуры, вы знаете, гречиха. Вот в прошлом году мы гречиху увеличили, сегодня стоимость гречки намного дешевле, как по сравнению с позапрошлым годом. То есть, когда планируешь, сеешь, знаешь, прогноз, можно все-таки регулировать рынок. И второй вопрос у меня к министру энергетики. Скажите, пожалуйста, вот кокосивная начинается, у нас начинается какая-то бойга за дизельное топливо, начинают его куда-то сливать, доливать, продавать. Ну и начинают следом за этим расти цены на другие топливы, виды топлива. Вот бензин начинает скакать по цене. В этом году казахстанцам стоит ли ожидать таких вот скачков и дефицита искусственного? Не только аграриям, но и всем целым казахстанцам. Ну, сначала на первый вопрос. По дизельному топливу ситуация полностью находится под контролем правительства. Министерство энергетики совместно с Министерством сельхового хозяйства с акиматами утвержден график поставки дизельного топлива в регионы. Утверждена цена. Цена на уровне прошлого года. Это 250 тенге за литр. Это на 45 тенге дешевле, чем в среднем по стране на АЗС. То есть создаются приоритетные условия. Заявки удовлетворяются в приоритетном порядке нефтеперерабатывающими заводами. Для того, чтобы избежать продажи или перепродажи на внутренний рынок или на внешний рынок, предпринят ряд защитных мер. То есть присвоены отдельные пин-коды. То есть весь этот объем внесен в так называемый виртуальный склад, контролем за которым осуществляют фискальные органы. Также произведено окрашивание данного дизельного топлива для контроля за его последующей эксплуатацией. То есть в этом году никаких проблем ни с поставкой дизельного и автобензинов, ни для сельского хозяйства, ни для граждан Казахстана нет. Спасибо. Рахмед Оксана. Оруженцы от ПАВА, Тенгри Ньюс, пожалуйста. Добрый день. Амас Адам Айданович, у меня к вам два вопроса. Первый. Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о якобы продаже от Раусского НПЗ российскому Лукоилу и Павадарского НПЗ Газпрому. В Казмонагазе уже заявили, что таких переговоров не проводилось, но планирует ли правительство Казахстана все-таки выставить на продажу Павадарский и Атраусский НПЗ, и кто будет потенциальным покупателем. То есть, я так понял, из двух частей вопрос состоит. Первое, по поводу конкретных покупателей, то в Министерстве энергетики никто за согласование подобных сделок не обращался, поэтому здесь я соглашусь с мнением Казмонагаза, что я думаю, тут преждевременно говорить о каких-то коммерческих сделках. То есть, в целом, как вы знаете, в Казахстане уже есть НПЗ, которые 50 на 50 владеют Казмонагаз и компания CNPC, то есть, в частности, это ПКОП на юге страны, то есть, эффективно действующее предприятие. Есть частные мини-НПЗ, и то есть, с точки зрения, наверное, Министерства энергетики, здесь не сколько форма собственности, сколько эффективность управления, выполнение инвестиционных программ, стабильная работа является приоритетной. Что касается продажи активов Казмонагаза, то это, ну, большей частью относится к компетенции данной компании. А насчет приватизации, также говорилось, что в течение следующих двух лет нужно приватизировать два казахстанских НПЗ. Это в указе президента о либерализации экономики вроде. Вот включена ли приватизация этих НПЗ? Ну, во-первых, Казмонагаз уже само по себе является частной компанией. Вы знаете, как в результате листинга, в результате IPO компании, акции данной компании уже находятся во фрифлоте, в обороте пользуются спросом. То есть, акционерами данной компании являются граждане Казахстана, предприятия. То есть, уже, в принципе, данная компания является не государственной. То есть, она является частной компанией. Что касается приватизации отдельных заводов, то, я думаю, здесь нужно исходить, как я уже говорил, если эти будут предложения коммерческие, насколько они выгодны и с точки зрения предприятия, и с точки зрения реализации государственной программы развития переработки. Второй вопрос. У меня администрация США впервые выразила опасения по поводу возможной угрозы системе Каспийского трубопроводного консорциума, по которому экспортируется у нас 80% в нефти. И, как пишет Financial Times, ссылка на источники, Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России. Как вы оцениваете эти угрозы? Как мы помним, в 2022 году Москва уже ненадолго прекращала его работу. Есть ли какой-либо план действий при таком случае? Вот прекращение работы Каспийского трубопроводного консорциума вызвано погодными факторами, также необходимостью проведения плановых капитальных ремонтов. Огромная работа была проделана и акционерами, и менеджментом компании в части расширения мощностей. Как вы знаете, мощность расширена с возможностью до транспортировки более чем 85 миллионов тонн по данному трубопроводу заключены договоры автейка с собственниками нефти. Собственниками нефти являются ведущие глобальные международные компании, так называемые мейджоры Chevron, Exxon, Inai, Total. В целом понятно, что международные потребители, в том числе европейские в основном, в первую очередь заинтересованы в стабильной работе данного трубопровода. Мы находимся на связи с посольствами европейских государств, с нашими коллегами из Российской Федерации по обеспечению стабильной работы данного трубопровода. Ну понятно, соответствующие консультации по дипломатическим каналам идут и с украинской стороной. Хорошо. Еще один уточняющий вопрос. Оружан, два вопроса. Остальные уточнения, пожалуйста, обратитесь в прислужбу ведомства, в секретаре здесь. Спасибо. Айкен Муканова, Спутники, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос Сапарову. Скажите, пожалуйста, в сравнении с прошлым годом, насколько вырос объем полей, обеспеченных капельной и дождевой системой орошения? Вы сами сказали, что Казгидромет как раз прогнозирует наименьший запас влаги на юге и востоке Казахстана. Значит, всего у нас на балансе 2,2 миллиона гектар орошения, полтора миллиона, которые мы используем, из полтора миллиона 315 тысяч гектарь – это водоизберегающая технология, капельная и дождевальная. В прошлом году по сравнению с 2022-2023 год на 50 тысяч гектаров увеличены водоизберегающие технологии и в этом году планируем увеличить на 150 тысяч гектаров. Для этого созданы все необходимые условия. В первую очередь льготное финансирование, в вторую очередь субсидирование на орошения, кто покупает дождевальные установки или капельные орошения, от 50 до 80 процентов будет увеличено, 30 процентов будет увеличено за счет местного бюджета. Скажите, пожалуйста, этих объемов достаточно, чтобы обеспечить аграриев поливной водой? То есть вы можете гарантировать, что в этом году засухи не будет? Нет, мы же, у нас всего 24 миллиона гектар. Из них на балансе 2,2 миллиона гектар – это орошение столи. Полтора миллиона мы занимаемся орошением. Водоизберегающих технологий – 315 тысяч. Все остальное из 24 миллионов на Богоре, все зависит от погодно-климатического условия, то есть яровые культуры. Там не поливаются, там зависит от погодно-климатического условия. В основном у нас орошение на юге, как вы знаете. Ну вот, в этом году проблемы не будет с Ужажаем? Вы не будете вот к концу лета заявлять о том, что вот там проблема с засухой и так далее, как в прошлом году? Ну, заранее прогнозировать погодно-климатического условия – это очень сложно. В первую очередь, Казгин-Рамед сегодня дает пока около нормы. На сегодняшний день влаги достаточно, и этой влаги хватит на всхожесть и на первое время вегетационного периода, а дальше покажет в июле, какая погода будет. Рахмет, у меня второй вопрос Алмас Адаму Майдановичу. Скажите, пожалуйста, на какой стадии строительства новых ТЭЦ в трех городах Казахстана? Спасибо за вопрос. Скорее всего, речь идет о строительстве ТЭЦ, которые должны быть построены вместе с российскими коллегами, компания «Интерауэкспорт». По, как считал, уже вносится корректировки в ТЭО. Речь идет о достаточно большом прогрессе с возможностью начала строительства уже в текущем году. По проектам другим завершается разработка технико-экономических обоснований, по итогам которых будут утверждены технические решения, заказано оборудование на соответствующих заводах и будет утвержден окончательный график их реализации. В настоящее время идет согласование также и в России в части предоставления льготных займов, связанных с экспортным кредитованием поставщиков оборудования. Рахмед, Айгири Мумат, Информбюро, пожалуйста. Добрый день. У меня первый вопрос к Алмесу Даму Идановичу. 14 марта Гурбунгал Бердумухамедов сделал заявление, что Туркменистан готов поставлять электроэнергию и газ в Казахстан. Можете вот это как-то прокомментировать? Будем ли мы соглашаться с этим предложением и на каких условиях предварительных? У нас на регулярной основе идут консультации со всеми нашими коллегами из стран Центральной Азии в части взаимного обмена и поставок энергоресурсов. В целом Туркменистан имеет возможность поставки электроэнергии. Уже в настоящее время осуществляется экспорт в Киргизскую республику. Мы будем исходить из нашей потребности, из графика наших ремонтов. То есть мы в целом готовы рассмотреть предложения наших туркменских коллег и по газу, и по электроэнергии в зависимости от коммерческой привлекательности для наших потребителей. Мы пока еще не получили официальную оферту. Мы, наверное, поручим компании Казмонайгаз и компании Кигок отработать данные моменты, связанные с реализацией данных предложений. А какие-то сроки, может быть, есть? Повторить вопросы? Какие-то, может быть, сроки есть уже? Ну, это зависит от договоренности, от коммерческой. То есть в настоящее время мы полностью покрываем внутренние потребности в электроэнергии и в газе. То есть это будут как дополнительные предложения. Мы будем их смотреть на коммерческую привлекательность, как я уже сказал. Следующий вопрос, пожалуйста, Игей. Кигок на вашей коллегии сообщил, что у нас большой дефицит электроэнергии ожидается, и что мы это все будем закрывать поставками из Российской Федерации. Если предложение Туркменистана будет выгоднее, мы будем поставлять полностью оттуда? Это зависит от коммерческих договоренностей. Да, действительно, если предложения будут интересны, с целью защиты интересов казахстанских потребителей, мы готовы принять эту электроэнергию. Хорошо, спасибо. У меня второй вопрос. Кайдорбеку Сипеловичу накануне сообщалось, что производство сахара оказалось на минимуме с 2020 года, и мы вынуждены также из России покупать сахар, хоть он и дешевый. Но будет ли это как-то бесконечно у нас продолжаться, потому что они могут повысить цены, и что тогда мы будем делать? Мы окажемся в ловушке. Значит, по сахару, вы знаете, разработан комплекс дополнительного развития сахарной отрасли с прошлого года. Эта программа уже работает. Здесь сразу мы внесли ряд изменений, господдержку увеличили для сахарной отрасли. На сегодняшний день у нас полная склада за товары на заводах. 80 тысяч тонн сахара у нас имеется. Значит, 60 тысяч тонн на заводе, 20 тысяч тонн – это в стаффонтах и парткорпорации. Запас сахара есть. Кроме этого, у нас есть лимит – 300 тысяч тонн. Мы можем беспошлино сахар завести в Казахстан. Ахмед Айгирев, вы не ответили на этот вопрос. Что по российским ценам? Насколько долго мы будем продолжать это все перевозить к нам? Вы знаете же, поднять сахарную отрасль с первого года – это очень сложно, надо признать. Поэтому мы сегодня, президент дал поручение, увеличить 150 тысяч гектаров в год для сахарной отрасли. В этом году мы на 12 тысяч гектаров увеличиваем. Для этого надо почву, землю подготовить, полностью свободить технологию, технику приобрести, заводы модернизацию провести. Эта работа проводится пошагово в течение пяти лет. Мы думаем, обеспеченность сахара до 60% доведем. Айнур Коскина, пожалуйста. – Добрый день. У меня первый вопрос к господину Сапарову. Осенью этого года я вам задавала вопрос, и вы гарантировали, что джута не будет. Касалось-то Павлодарской области. Да, конечно, там Акимат нашел выход, но все-таки опасения аграриев, опасения тех сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются местным производством, они подтвердились. И, ну, как бы такое недоверие получается теперь со стороны простых сельхозтоваропроизводителей к правительству, потому что вы гарантировали, что джута не будет. Джут все-таки состоялся. Почему вы тогда не объявили ЧАЭС, чтобы упредить? Потому что сейчас даже не у многих аграриев есть деньги на то, чтобы вот это фуражное зерно купить, и потом все равно же его нужно оплачивать, хоть и отсрочно. Давайте говорить будем честно. На самом деле осенью мы проводили большую работу по заготовке кормов. Все мы доводили. Все в среде необходимые вы выплатили. Тем более в этом году фураж по сравнению с позапрошлым годом намного дешевле. Позапрошлым году, вы знаете, до 160 тысяч тенге доходило. Сейчас стоит фураж 40-45 тысяч тенге. Мы всем областям доводили. Акиматы отчитались на местах. Корма мы обеспечили 100%, фуражом обеспечено 100%. Если вот сейчас возникает проблема в Лутаусской области, мы сейчас разбираемся. Почему тогда такой они отчет дали? Куда смотрели Акимы районов, заместители по сельскому хозяйству? Куда смотрел Акимы сельского округов? И также сами руководители сельхозформирования. То есть они тоже должны нести ответственность за заготовку кормов. Мы могли, если в этой области не получается заготовить корма, есть в соседних областях нормального хозяина сегодня, у всех сельхозтоваропроизводителей, кто хорошо работает, полтора годовалых, двухгодовалых запас кормов готовит. Поэтому все должны, раз решили заняться животноводством, в первую очередь ответственность самого владельца скота. Они должны заготовить. Если сегодня мы выявляем, падеж скота идет, мы сейчас смотрим, мы не можем найти хозяев. Нет в базе идентификации сельскохозяйственных животных. Нет регистрации. Стоит скот бродячий. Сегодня почему авария случается? Кто должен нести ответственность? Поэтому ответственность должен нести владелец. Сегодня мы их ищем. Мой вице-министр и мой директор департамента, инспекция сегодня находятся в Лотовской области. Мы его являем. Все-таки ответственные люди, наверное, понесут определенное наказание. Но и сельхозтоваропроизводители должны сами тоже нести ответственность. Все время государство будет за них отвечать, что ли? Правильно? При заготовке кормов, необходимая техника, удешевленные ГСМ, субсидии. Мы все выплачиваем, как положено. Если бы сегодня кто-нибудь хотя бы обратился, что ему нужен корм, покемат, я сегодня даже разговаривал с таким областем. Было обращение. Кто просил, почему не обеспечили? Ни одного обращения не было. Как это отразится на стоимости мяса? На стоимости мяса, я уже говорил, конина сегодня у нас, поголовье лошадей растет, порядка 4 миллионов голов. Роста мяса конины, я думаю, по прогнозу пока не будет. Крэйс. В Крэйс то же самое. Вы сегодня знаете уже сколько лет мясо от 200 до 3000 тенге в среднем колеблется, смотря в каких магазинах. Здесь вот правильно задавали вопрос, надо нам немножко разобраться с посредниками тоже, которые сегодня завышают цену. Все-таки надо полки сделать прямой для фермеров, но здесь мы с министерством торговли отрабатываем. Спасибо. Второй вопрос у меня господину Сткалиеву. Аналитики пишут о том, что в связи с атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы может возникнуть дефицит бензина всех производных нефти. Как-нибудь это может ли отразиться на Казахстане? И не ожидаем ли мы в какой-то там период дефицит нефтепродуктов? В Казахстане сформирован достаточный запас по основным видам нефтепродуктов. То есть порядка 657 тысяч тонн у нас по дизелю и 454 тысячи тонн по бензину 92. Дизеля у нас хватит на 2 месяца для всего странного потребления. Бензина хватит на 1,5 месяца. То есть у нас есть определенный запас прочности, который позволит избежать дефицита на рынке. То есть у нас не будет дефицита, да? Нет, у нас в целом будет обеспечена стабильная поставка нефтепродуктов на внутренний рынок. Спасибо. Рахмед Айнар. Жанар Средальна, Бэйс Ньюс, пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос министра сельского хозяйства уточняющий. В связи с ситуацией в области улутау фермеры могут ли подавать заявки на компенсации, либо на еще что-то, да? И окончательная ли цифра падежа 360? Нет, это не окончательная. Работа еще идет, комиссия работает. 360 на сегодняшний день уточненная цифра. Фермеры могут подать, но если у них поголовье зарегистрировано в базе ИСЖ. Если нет документов, нет регистрации, как мы можем дать? Это целевые деньги, мы не можем. Хорошо, спасибо. Теперь основной вопрос. Вы сегодня, выступая на правительстве, рассказали о том, что по внутреннему спросу у нас не ожидается проблем. Площадь посева будет достаточной, урожая предвидится достаточной. Но мы все знаем, что в ожидании собственного урожая мы всегда импортируем приличное количество овощей у соседних стран. Вы сейчас готовы назвать, в каком объеме и какие виды продукции мы будем точно импортировать в соседних странах? Спасибо. Да, мы импортируем в основном в межсезонье у нас. Это, как всегда, овощи, картофель импортируем. Пшеница, то, что сегодня импортируем, это мелькомбинаты и наши птицеводческие хозяйства импортируют. Это в зависимости все-таки от цены зависит. Сегодня цена российского зерна конкурентоспособна, потому что они сегодня субсидируют и логистику. Поэтому наши, наверное, покупают, где дешевле. А по картофелю у кого, в каких странах мы будем, и примерно объемы какие? По картофелю в межсезонье мы импортируем с Узбекистана, с Кыргызстана импортируем. Но в этом году, я думаю, обычно 20-30 тысяч тонн импортировали. В этом году, может быть, ниже, вы видите же, по картофелю позапрошлом году цена доходила до 300-400 тысяч тенге. Как начали увеличивать площадь пассивных культур по картофелю, сегодня у нас уже картофель стабильная цена. 100-120 тенге. Так же и по луку, так же по моркови, так же и по капусте. Здесь я позволю себе сказать, что все зависит от качества. Нам приходят афганские картофели, египетские, и, извините, их качество... Жанровное время ограничено. Пожалуйста, следующий вопрос. Алла Мусульна Майданович, можно к вам теперь такой вопрос. Вот недавно стало известно, что жители Астаны переплатили порядка 3 миллиардов тенге за отопление, потому что там Астана теплотранзитка всегда что-то там ошиблась, в кавычках, да, и так далее. И теперь в очередной раз жителям Астаны обещают компенсирующий тариф. Простите, 3 миллиарда тенге и мифический компенсирующий тариф – это две разные вещи. Вопрос. Алла Мусульна Майданович, что должно быть предпринято? Какое решение необходимо, чтобы монополисты, когда вот так заигрываются и считают в свою пользу, да, возвращали нам не вот этими символическими тарифами, а возвращали деньгами, которые мы переплатили. В конце концов, например… Жанар, пожалуйста, к сути вопроса. Уважаемый модератор. В конце концов, можно же объявить один месяц, например, бесплатный, допустим, да, мы ошиблись, в этот месяц вы не будете платить, там и так далее. Но 3 миллиарда и символический перерасчет, ну согласитесь, это небо и земля. Что вы скажете? Данный вопрос больше относится, конечно, к компетенции Министерства, агентства по регулированию естественных монополий. Я просто расскажу, как складывается вот это вот, вот то, что вы сказали, переплата, так называемая. То есть изначально формируется тарифная смета. В тарифную смету закладываются все необходимые затраты, то есть уровень заработных плат, уровень ремонтов, покупка электроэнергии на технологические потери. Если это говорим о тепло, там, ну какие-то там капитальные затраты, ремонты соответствующие. И по итогам отчетного периода агентство по регулированию естественных монополий проводит соответствующую оценку произведенных затрат. То есть там, возможно, экономия по тем или иным видам затрат, связанная там с эффективными проведениями конкурса. Или, предположим, закупили для там рэков электроэнергию по более дешевой цене. И то есть это считается, что изначально в тарифе была заложена одна сумма, но фактически производят корректировку. То есть фактически живых денег они как таковых не получили. То есть они пересчитывали, в смысле, выставляли тарифы по цене, изначально утвержденной в изначальной тарифной смете. Поэтому есть механизм корректировки. Те затраты, которые были там сэкономлены или не были произведены, они корректируются при следующем тарифе. То есть практически потребители, весь этот объем денег, в любом случае при последующем своей оплате, они получат эту компенсацию. То есть этот механизм согласован является экономически целесообразным. Рахмед. Яна Гладкова, телеканал Астана, пожалуйста. Здравствуйте. Алмас Адам Майданович, скажите, что произошло на ТЭЦ Петропавловска 22 марта? Почему в городе сутки не было отопления и горячей воды? И почему людей вызывали из праздничных выходных? Произошла авария на водоводе, питающей четвертый котел. Произошел разрыв. В этой связи станция сначала снизила нагрузку до 100 мегаватт, потом снизила нагрузку до нуля. Теплоснабжение не прекращалось. То есть было падение с установленного графика с 86 градусов до 45 градусов в течение полутора суток. Авария была ликвидирована, и станция вышла на плановый режим работы. Сотрудников вызывали в связи с необходимостью ликвидации данной аварийной ситуации. Спасибо. Рахмед Яна. Анна Абрамова, КТК, пожалуйста. Добрый день. Айдар Беоксипелыч, первый вопрос к вам. В прошлом году уже, когда были сходы пшеницы, было нашествие, так скажем, саранчи, аграрии, жаловались. Что в этом году вы делаете, чтобы предотвратить потерю урожая в этом плане? Да, в прошлом году были проблемы в Арктибинско-Кустанайских областях. И в этом году, по прогнозу, если в прошлом году полтора миллиона гектаров было увеличено, сегодня 2,5 миллиона гектаров ожидается на площади 2,5 миллиона гектаров. Для этого в конце года с резерва правительства выделено финансирование. В этом году мы уже в начале года закупили необходимое количество препаратов. И вовремя всю работу в оптимальный срок и мы проведем. Я думаю, не допустим. Уточнение небольшое. 2,5 миллиона гектаров ожидается, что на эту площадь придется ручать? По прогнозу на площади 2,5 миллиона гектаров из 24 миллиона. И можно еще уточнить, когда начнут уже обрабатывать поля? Как только снег растает, подготовительные работы по технике готовятся. И в начале мая месяца. Спасибо. Алмаз Адам Майданович, к вам второй вопрос. В этом году, слава богу, у нас не было таких серьезных аварий на ТЭЦ, как в Экибастузе. Но тем не менее, скажите, как вы оцениваете прошедший отопительный сезон? И что в ближайшее время, весной, летом будет делаться для уже отопительного сезона следующего? Отопительный сезон прошел в штатном режиме. В целом, энергосистема обеспечила несение необходимых плановых нагрузок. Для обеспечения стабильной работы энергосистемы в следующем году уже мы приступили к ремонтным работам на объектах ТЭЦ. То есть уже практически по 7 ТЭЦ приступили к ремонту котельного оборудования, турбоагрегатов. Что касается ремонтов по ТЭЦ и генерирующим объектам, 55 котлов и 45 турбин у нас предусмотрен ремонт на текущий ремонтный период. По линиям электропередач более 20 тысяч километров это по линиям РЭКа и 1600 километров порядка сотни подстанций по объектам КИГОК и РЭК. То есть что касается электросетевых объектов, то начало ремонтов у нас планируется на середину апреля текущего года. По 7 ТЭЦ вы сказали, уже начали ремонт. Можно хотя бы пару назвать, какие именно? Да, я вам сейчас прям озвучу. То есть вот на текущий у нас уже по Экибастузской ГРЭС-1 мы приступили, 6 турбоагрегат, 7 котлов ГРЭС-Топар, 2 единицы уже ТЭЦ-ПВС-Кармет приступили, ТЭЦ-2 МАЭК, ТЭЦ-1 Алюминий Казахстана, Павлодар Энерго, ТЭЦ-2 Севказ Энерго, 3 турбины Атрауска, ТЭЦ-Бухтормаджис Газган ТЭЦ. И уже ремонт на одной турбине ГТС-ТШО мы завершили уже к настоящему периоду. Дахмед Анна. Коллеги, последние два представителя СМИ, телеканала Атомикин Бизнес и Астана. Фариза Булатбек, пожалуйста. Добрый день. У меня вопросы к министру энергетики. А у нас, Адам Айданович, через две недели, через ровно две недели будет год, как Казахстан подал иски на операторов двух крупных месторождений, Кашагана и Карачаганак. С тех пор, как Вы официально подтвердили эту информацию, ничего нового мы от Вас не услышали. Мы понимаем, что каждое Ваше слово может повлиять на арбитражный процесс, но тем не менее, как сейчас обстоят дела? В данном случае отсутствие новостей означает, что их нет, этих новостей. То есть идет текущий рутинный процесс, идут консультации, привлечены консультанты, назначены арбитры. То есть это вот такая процедура рассмотрения вопросов международного арбитража, которая предполагает достаточно длительный период подготовительных работ. Вы не рассматриваете мировую, наша сторона казахстанская? Здесь речь идет о позиции PSA нашего органа, который там уполномочен для формирования политики по подобным коммерческим арбитражам. То есть данный арбитраж является коммерческим, я еще раз подчеркну. И там при формировании стратегии, тактики, ведения данного процесса мы должны исходить из интересов государства в первую очередь. Второй вопрос. По поводу строительства двух газоперерабатывающих заводов Катарской UCC Holding. Мы бы хотели узнать детали этой сделки, то есть как катарцы намерены возвращать вложенные инвестиции? Речь идет о двух газоперерабатывающих заводах. Один строящихся, это один миллиард кубических метров газа на месторождение Кашаган и один планируемых строительству, два с половиной миллиарда кубических метров. Тут коммерческие переговоры идет компания Казагаз, вы к ней можете обратиться, то есть если это там не связано с какими-то, может быть, коммерческими соглашениями, о разглашении информации, я думаю, они вам необходимую информацию предоставят. Возврат инвестиций планируется за счет платы за процессинг, то есть как изначально предполагалось, изначально при реализации данных проектов. То есть компания, совместное предприятие между Казагазом и Катарской компанией будет получать деньги за процессинг газа и за счет него возвращать необходимые инвестиции на его строительство. Сколько лет потребуется на то, чтобы вернуть вложенные инвестиции? Это зависит от финансовой и экономической модели. Я думаю, за деталями коммерческой сделки вы можете лучше вам обратиться в компанию Казагаз. Рахмет Фариза, бекпуа ЦАТУФ, астанат селер нас? Я уже комментировал этот вопрос. То есть мы изначально предполагали небольшое повышение цен на сжиженный нефтяной газ. То есть речь шла от 5 до 7 тенге. Но в целом мы, конечно, ориентировались на необходимость покрытия потребностей внутреннего рынка в данном нефтепродукте. Тем не менее, мы параллельно провели достаточно эффективные переговоры с компанией СТШО, которые договорились до 20 тысяч тонн дополнительно ежемесячно выделить на внутренний рынок. Мы ввели запрет полный на экспорт сжиженного нефтяного газа, как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. То есть отслеживаем ситуацию на рынке. То есть в зависимости от ситуации на рынке мы примем решение по повышению цены. Коллеги, еще есть вопросы? Если вопросов больше нет, то брифинг завершается.